Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Нина Саакя. Из-за блокирования азербайджанам единственного коридора, связывающего Арцах с Арменией, 7 пациентов сегодня при посредничестве Международного комитета Красного Креста были доставлены в специализированные медицинские центры Армении. На сегодняшний день при посредничестве и сопровождении Комитета Красного Креста из Арцаха в Армению переведено в общей сложности 90 пациентов. Пациент, который в рамках госзаказа был направлен на лечение в РА, вместе с сопровождающим вернулся в Арцах. В медицинских учреждениях, находящихся в виде Министерства здравоохранения, плановые операции по-прежнему приостановлены. В медобеденении Аревик 5 детей находятся в отделениях неонатологии и реанимации. В Республиканском медицинском центре 12 пациентов находятся в отделениях реанимации, четверо из них находятся в критическом состоянии. В школах, обогреваемых газом, установлены дровяные печи. И уже с сегодняшнего дня возобновлены занятия для учащих с 9 по 12 классов. Отныне школы перейдут на шестидневный режим и будут заполнять пропущенные ранее часы субботними занятиями. В начальной школе имени Егеша Чаренца есть 5 девятых классов, в которых обучается 130 учеников. Во всех пяти классах установлены дровяные печи. Ответственные лица позаботились о том, чтобы в классах было тепло с раннего утра. Другая печь была отведена учительской. Дошкольные классы средней школы номер 3 столицы выделены ученикам старших классов. Для школьников было неожиданным решение о посещении школы в субботу, но в то же время они осознают, что это было сделано именно для них, чтобы ученики выпускных классов не отставали от учебной программы. Решение о возобновлении занятий в условиях перебоев, газоснабжения и веерных отключений считает правильным и учитель физики. Глаза слегка покраснели от дыма, но она уверена, что, несмотря на трудности, должны с ними справиться. Дровяные печи напомнили некоторым учителям 90-е. Учитель физкультуры хорошо помнит те годы. Школьники временно пропустят уроки физкультуры. Погодные условия не позволяют. Говоря о проблемах, директор школы отмечает качество топлива. Дрова до зимы не запасали, а получали и приносили в класс. Мокрая дровесина плохо горит и создают дополнительные трудности и неудобства. В школе имени Грибоедова во второй очереди будет работать Годрудская школа. В более теплых условиях будут учиться 80 учеников школы. Однако руководство обеспокоено вопросом не посещающих школу учащихся. Преодолев все трудности, у всех одна цель – обеспечить образование, достойное 21 века. Российский миротворческий контингент продолжает выполнять поставленные перед ними задачи в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Российской Федерации. Командованием российских миротворцев продолжается переговорный процесс с азербайджанской и армянской сторонами по возобновлению беспрепятственного движения автомобильного транспорта по дороге Степанакерт-Горис. Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с Генеральным штабом вооруженных сел Азербайджана и Армении, говорится в сообщении. О других усилиях Москвы по стабилизации ситуации в беседе СМИ рассказал посол Российской Федерации в Республике Армении Сергей Капыркин. Идет пояс развязки, которая обеспечивала бы решение той задачи, о которой изначально российское руководство официально заявляло, сказав, что Лачинский коридор должен быть полностью открыт, заявил чрезвычайный полномоченный посол России в Армении Сергей Капыркин в интервью агентству «Спутник Армении». По его словам, Россия считает очень важным, чтобы армянское население чувствовало себя комфортно и безопасно. Ведь это основная цель дислоцированного там миротворческого контингента, подчеркнул он. По мнению Капыркина, мир может быть прочным только тогда, когда конфликтующие стороны будут справедливо воспринимать в формулу, лежащую в основе мирного соглашения. Вчера министр иностранных дел Армении Арарат Мирзаям провел телефонный разговор с заместителем госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид. Собеседники коснулись вопросов региональной безопасности. Состоялся обмен мнениями вокруг урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а также сложившаяся в Нагорном Карабахе гуманитарного кризиса. Арарат Мирзаям подтвердил необходимость немедленного снятия незнакомой блокады Лачинского коридора со стороны Азербайджана, а также восстановление без какого-либо предусловия нормального режима коридора, определенного трехсторонним заявлением от 9 ноября. Установление мира на Южном Кавказе продолжает оставаться приоритетом не только для администрации США, но и для госсекретаря Энтони Блинкена. Об этом на брифинге с журналистами заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Вэден Патель. Напомни, в качестве подтверждения прямые контакты Блинкена с лидерами Армении и Азербайджана. Соединенные Штаты по-прежнему твердо используют все варианты содействия миру, будь то в двустороннем формате или через механизмы ЕС или ОБСЕ, сказал Вэден Патель. Чемпалаты представителя США конгрессмен Джуди Чу в своем микроблоге в Твиттер коснулась резолюции, осуждающей действия Азербайджана в отношении Арцаха со стороны США. «Я призываю своих коллег присоединиться ко мне в привлечении Азербайджана к ответственности и оказания необходимой помощи нуждающимся», – написала конгрессмен. Армения сегодня отправила гуманитарную помощь в Турцию, сообщает пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ван Унанян. Грузовики с гуманитарной помощью пересекли границу через мост Маргара и направляются в пострадавший от землетрясения регион. Закрытую армяно-турецкую сухопутную границу по мосту Маргара последний раз грузовик пересекал 30 лет назад, в 1993 году. Группа армянских спасателей, отправившаяся в Алеппо на помощь Сирии, пострадавшей от разрушительного землетрясения, продолжает поисковые работы. Об этом пишет Генеральное консульство Армении в Сирии. Отреагировали из Турции. «Я всегда буду помнить щедрую помощь, направленную народам Армении, для облегчения страданий нашего народа в пострадавшем от землетрясения региона Турции». Об этом на своей странице в Твиттер написал представитель Турции в рамках нормализации армяно-турецких отношений Сердар Колледж. В информационных источниках муссируются сведения о том, что Самвел Бабаян якобы займет пост государственным министром Республики Арцах. В ответ на запросы СМИ общественных кругов, пресс-служба Самвела Бабаяна напомнила позицию о том, что единственной возможностью сохранения суверенитета Арцаха путем изменения Конституции является реальный баланс власти и четкое разделение конституционных институтов. А информацию о том, что Самвел Бабаян занимает какую-либо должность системе государственного управления, фактически опровергли. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел сообщает, что на некоторых участках автодорог Республики снег и гололед. Участок дороги в районе цех «Дзор» Мартакерцкого района, дорога, ведущая от села Акноберт к основной трассе по вороты Бавурхана труднопроходимы. Местами гололед на Бердашинской дороге Мартунинского района и высокогородных зонах района, а также на территории Бердзорского подрайона Шушинского района. Министерство внутренних дел рекомендует ездить исключительно на зимних шинах и строго соблюдать правила безопасности движения. Это все главные новости на сегодня. Всего доброго, до новых встреч!